Я испортил ей жизнь. Малахов подключился к поискам пропавшего внука Шукшиной. Дочь артистки Марии Шукшиной, Анна, ищет своего племянника. Звездное семейство не может дозвониться до матери годовалого Марка, Фрёя Зильбер. Редакция программы «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» помогла разыскать малыша. По словам Анны, ее брат, Макар Касаткин, подал иск на установление отцовства, он беспокоится за ребенка. Шукшины хотят забрать маленького Марка, но не могут его найти. Мы хотим забрать его. Даже сейчас мы не понимаем, где он находится, в каких условиях он обитает, сказала Анна Шукшина в сегодняшнем выпуске программы «Прямой эфир». Отметим, что телефон Фрёи действительно недоступен. Соседи говорят, что на съемной квартире она не появлялась уже несколько месяцев. Похоже, что жилье бросили в спешке. Квартира разгромлена, вещи разбросаны. Последний раз Зильбер видели в момент госпитализации с передозировкой. Соседка Фрёи Зильбер в Санкт-Петербурге, Кристина Сумкова, предоставила редакции «Прямой эфир», шокирующее видео. На них Фрёя Зильбер в состоянии алкогольного опьянения и развлекается с приятелем. В кадр попадают подозрительные таблетки и белый порошок в маленьких пакетиках. В программе «Прямой эфир» появилась мать Фрёи Зильбер, Нина Лупачева. Женщина успокоила присутствующих. «Марк находится у меня с мая месяца. С ним все замечательно. Он в хороших условиях. Мы с доли уже стали ходить в ясли в частные». «Он пошел, уже играет в футбол. Ему уже год и четыре месяца», — рассказала бабушка маленького Марка. Нина Лупачева отметила, что не получает алименты на внука. Макар Касаткин не перечисляет деньги на содержание сына. «Публикация фотографии из инстаграма». «Анна Шукшина вступилась за брата. По ее словам, Макар не работает с апреля. Платить алименты в размере 7 тысяч рублей сына актрисы Марии Шукшиной пока не может». «В студии шоу. Прямой эфир. Появилась и сама Фрёя Зильбер». «Несостоявшаяся невестка известной артистки рассказала, что несколько месяцев провела в центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей. Вскоре она собирается переехать в дом к матери и заняться воспитанием сына. Семейству Шукшиных ребенка она не отдаст». «Зильбер» объяснила также, почему ее квартира находится в таком ужасном состоянии. По словам молодой мамы, она отдала ключи приятелю, который устроил там разгром в ее отсутствии. Прокомментировала она и порочащие ее кадры. Преои говорит, что запись — это постановка для микроблога «Художественный вымысел». «Публикация фотографии из Инстаграма». По поводу происходящего высказался ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов. Шоумен был явно обижен на Фрею Зильбер. «Я поддерживаю сейчас только Нину в этой ситуации. Честно скажу, что до начала программы Фрея сказала мне, что она больше не хочет ничего иметь общего со мной, что ей все надоело, что я испортил ей жизнь. С горечью высказался Малахов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. С Богомоловым свел Виторган. Первое откровенное интервью Собчак. Трогательные кадры Сала и Вербер заставили артистов рыдать. Видео. Зеленский влепил смачную пощечину трусливому Порошенко. Светущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Кобзона. Нагуляла ребенка. Обнародованы неожиданные подробности беременности Собчак. И многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...